Здравствуйте, меня зовут Антон, как предыдущего докладчика. Началось все у нас с теми АИ полгода назад, с книжки по битону. Я как раз почему говорил про практику, что ее наоборот, теорию, потом стали изучать, вначале решили практически поприменять наборы деприятия и методов. И взяли первый заказ, там обратился клиент, человек учился в Кентридже, у него как раз была социальная какая-то специальность была, он писал диссертацию, и вот у него была идея, что это есть такие социальные типы по МВТИ, это интроверт-экстраверт, интуит-блогик, четыре соц типа, что их можно предсказывать, зная довольно малую информацию о человеке, достаточно будет открытых дат в социальных сетях, в таких как, например, дат рождение, город, проживание, потому что это влияет на фамилию, имя и еще несколько, правильно? Ну, никак он не мог это доказать, и попросил, вот у него есть система, люди там проходят тестирование, давайте возьмем эти данные тесты, попробуем использовать какие-то модели и посмотреть, так это или не так. На входе у нас было несколько тысяч пройденных тестов, где проставлено IT, ВКонтакте, вот слева человека, а справа – это его класс. Вообще, аккет было очень много, но были выбраны только 100. 100 – это значит, что явно выраженный интроверт-экстраверт. Вот там всех видноветий, конкурит, акционал. Дальше мы с парцией стандарта по идее данные, а вот какие-либо даты, утверждения, мили, именами. Дальше прошла стандартная возня с датами, в принципе, она у всех одинаковая, нужно было нормализовать, почистить вот такие вот вещи особенно. Человек, как бы, или не открыл профиль ВКонтакте, или удалил его уже в некоторых год неправильно встретить, а еще оказалось, что ВКонтакте очень много людей подписываются не своими именами, а то иероглифами, то с точками, то еще какой-то иероглиф. Как раз где-то тоже примерно в месяц, три недели ушло на то, чтобы данные все почистить, поиграться, нормализовать. Все пробелы, если у кого-то не заполнено, например, дата рождения, мы решили по стандартной рекомендации заполнять средними и явными значениями. Что это значит? Ну, типа, больше всего у нас в выборке было 23-го года рождения, если у человека не стоит тот рождение, ставим его 93-й год рождение. Ну, а дальше пошло, когда у нас уже данные нормализованные, реализованные, мы можем применять различные алгоритмы машинного мучения и смотреть, какие дают больше. Выборка разбивается всегда 20-25% кое для мучения машины, а остальное она пытается подсказать и сравнивать с предыдущим. Так и получаем точность. Вот здесь представлен метод, который сработал лучше всего, это метод к ближайших соседей. Работает вот следующим образом. Если по-простому, грубо говоря, у нас чаще всего из какого-то одного города были эксперименты. Вот в этой дате рождения чаще всего тоже такой признак. И там из рода смертного, условно, да. Машина решает, что, видимо, он будет экстравертным. По, знаете, по ближайшим соседям. Вот. Получилась такая штука. Слева это точность по разным признакам. То есть и рационала предсказывают хуже всего 63%. 63% — это почти что пальцем небо, на самом деле. 50-50. То ли мы предсказали, то ли мы не предсказали. Но интуит и логик предсказывались довольно хорошо. 70, 76, 77 сенсорики. Вот на выходе такая система есть у клиента. Социальный ход называется. На регистрировавшихся проходящие тесты. Плюс мы еще наши модели прогоняем. И человеку присваивается чуть-чуть характера. Оказано его поведенческие, именно социальные признаки. В том числе это жизненная позиция активных, проактивных. Собственно, на цифрах 70 мы решили, что из-за клиента, что его модель доказала. Все сошлось. Действительно можно по совсем косвенным признакам определить социальный тип человека с достаточно хорошей точностью. И именно это дело мы вводили совместных подарков. Еще ждем результаты. Дальше пошли внедрения этого. Где это можно подприменять? Первый у нас — это пилот-проект с клиентом. Банк Точка. Банк Точка предложил нам попробовать оповедить данные, которые уже есть по сотрудникам. Как он принят на работу, сколько проработал, какой у него сейчас уровень. И не всех сотрудников. Это не аэтишники. Это просто вообще сотрудники различные. Общие там приветствуют обслуживания. У них три признака. То есть он либо от джуниора, либо миддл, либо сеньора. Ну, типа, так вот они делят всех. То есть либо он новичок и еще не может справляться с работой. Либо он уже самостоятельный, либо он еще работал. На графике слева это распределение, которое было у сотрудников. Очень мало было сеньоров. Желтый, по-моему, этот ток еще не определенного уровня вообще. Да, сейчас не помню, он не подписал. Дальше мы стали обогрещать эти данные. Следующая проблема. Она, в принципе, довольно часто в машинном обучении. Мало данных. Предыдущая модель у нас была обучена по нескольким тысячам анкет. И на вход ей подавался, в данном случае, один двигатель в бок. То есть уже произошла ошибка. Она всем примерно поставила не те же пассовые, которые под распределение, которое получилось чаще всего экстраверты, медики, инфлюиды, почти все их сотрудники. Вот потому что они все были примерно одного года рождения, подобранные чаром, примерно, они дули с одного города. Соответственно, мы предсказать нормально уже не можем. Наша модель рассыпается, если бы не было больше, либо мы, например, пошли бы подальше и попросили еще месторождение, если сотрудник с ним прислать, посмотреть, как влияла эта информация. Чуть-чуть все-таки там получилось, что где-то с 30% вероятность вот этот класс людей станет через год на уровень выше карьерной лестницы. Но поскольку данных, ну, 150% где-то вообще ни о чем дело, что в течение, ну и 30% тоже вообще никакой результат, об этом мы честно заявили и проекцируем, каково и дальше развивать мы его места. Вот. Но это была только первая его внедрение. Сейчас начинается у нас второй этап. Мы нашли еще один интересный кейс, где можно данными в социальных типах управлять. Это реклама. Реклама именно в социальных сетях. Потому что, ну, наверное, группа, вот, и нелогично приглашать, не провернуть на вечеринке. Прекламное объявление фонсово не пойдет. И сейчас делается следующее. Нам отдали один город рекламную выборную кампанию-кандидат. Мы настроили три нейронные сети и нашу модель. Одна нейронная сеть сканирует все упоминания социальных сетей, связанные с этой политической партией, связанные с этим кандидатом. И представляет им небеса. Небеса даже, пинарная штука. Просто един или но. Один – это значит, что позитивно упоминается на сети. На эмоциях позитивно. Толь – это, соответственно, негатив. Это называется коннотационный анализ, да? Да. Вот там еще раз, потому что я зашел со стороны практики, я просто могу сказать какой-то метод, какая нейронка используется, и вот она выдает, а как она выдает, я, если честно, еще туда не копал, но оно и не надо, оно уже работает. А возможно, если не будет работать. Я на свой подход. То придется копнуть под лучше. Используется сверочная нейронная сеть, которая без этих негатив дает вполне нормально. Обучена она изначально была на английском языке, для этого немножко переверила. И дальше мы их спарсили по этому городу, где будет проходить выборная кампания, которая начинается с следующего месяца, и продлится до сентября. Всех пользователей ВКонтакте, кто имеет право голоса на выборах, и проставили им писа, параграф, все результаты рекламы. Теперь мы готовим дешборд, на котором будет в режиме реального времени отображаться эффективно или эффективно, начинает идти главная выборная кампания. И будем совместно с этим выборным штабом, как называется, я забыл, правильно? Давайте подсказки и советы, типа, сейчас вы это делаете неправильно, во-первых, очень много негативов. Давайте попробуем открутить тапли, разобраться с ситуацией. А вот как-то так, у меня мало слайдов, больше было по вопросам, как-то пробежаться. Да. Скажите, пожалуйста, а вы каким-то образом результаты вычислений на своей модели проверяли, на практике, я почему-то говорю. Например, ваша модель показала, что 100 кандидатов за словно 1000, а они, например, проверяют проверку. А существовали ли какие-то реальные тесты на фокус-группе, где, например, психолог попрошел, и пришел, доказал, что они действительно проверки? Изначально мы обучались как раз по тестам, которые составил психолог, которые были против человека, мы показали точно кто. Нет, ну вот, допустим, условно говоря, человек А, ваша модель показала, что он интераверт, вы не пробовали потом позвать этого человека и на него провести конкретный тест? Заказчик проверял частично данные, но такое дело, социальный тип, он на самом деле меняется, или на самом деле он правильно его воспринимать как... Ну, мы не всегда полностью интераверты, и мы всегда полностью интераверты. А скажите, пожалуйста, вы знакомы с методикой, например, Алексея Перекатовым? Алексей Радикал, например, который российский разработал, или Бигфайф, например, завал? Про Бигфайф что-то слышал. Мы разработчики, а методики все и настрой языкащики. Вот такие вопросы я могу дать его контакты, вы можете адресовать ему. Более-то его тема диссертации, я пишу, наверное, расскажется побольше и интереснее. Наша задача была проверить, что это вообще возможно, и это оказалось там. Да, действительно, есть огрехи, они заключаются в том, что мы не всегда ярко выраженные, мы как бы склоняемся только от того, кто к другому, в зависимости от ситуации. Пока эта модель не учитывает, но... И вот теперь там еще люди проходят, проходят постоянно, дают рекламу, и эти данные мы доскармливаем снова, и обучаем постоянно вашу модель. И можно еще... Простите, пожалуйста, третий вопрос. Конечно, наверное, это касается патента, но хотя бы какие-то из аспектов. Что конкретно анализировалось при анализе экстравер на выборке, корреляция показала, что она есть. Вот. Но, опять же, для именно того метода, который мы в итоге решили задачу, нужно гораздо больше еще входящих данных, чтобы в конечном итоге сказать 100% уверенность, что это работает. Пока работает. Пока не посыпывается. А графического анализа не проводили? На основе фотографии, вот аватара, например, которые входят. Это сейчас следующий этап. Сейчас есть... Проект там получил продолжение заказчика. И разрабатывается, разрабатывается система более сложная, она будет учить, уже нечтые параметры. Она будет предсказывать даже некоторые психические заболевания по аватарке, по информации, как заполнен профиль в социальной сети, какие данные переданы, что человек про себя открыл, и будет учитываться, что он пишет постик. Но это отдающее будущее, это проект, который, наверное, будет заниматься. Сотрудная работа с психологией в том числе. Интересно, что выдаст на меня, да? Вопрос такой. Вообще, насколько я слышал, используется соционика, какие-то вещи, имя, фамилия, год рождения. А в целом, академическое сообщество по всему относится достаточно скептично. Вы ставите перед собой цель именно доказать, что это все действительно работает, и на каких-то именно таких фактах все это предложить? Есть такая цель? Нет. Ну, если бы нам платило определенное сообщество, то мы, наверное, пошли ему что-либо доказывать. А платят нам за конкретный результат. Либо у нас получится рекламная кампания лучше открутить, либо не получится. Или доказывать что-либо из академического сообщества в данном случае не входит в цель. А какие еще отрасли применения? Ну, например, в интернет-коммерции что это может быть? Можно откручивать рекламу? Мы даже стараемся попробовать с заказчиком прямо в режим онлайн. То есть, когда человек заходит в социальную сеть, ты ему какой-то баннер показываешь рекламу в социальной сети. Тут же ее пытаться открутить на основании этого. Там даже не столько будут важны его характеристики, мы просто просто знаем, что, скорее всего, он такой. А дальше мы будем просто классифицировать это рекламное объявление, оно лучше всегда срабатывало на этот тип. А правильный или неправильный в данном случае уже не важно. У нас есть напомню на это. И это достаточно. А сколько это может стоит вписать? А также это довольно на самом деле все недорого. Почему я начал с книги? Лично у меня от прочтения первых нескольких глав промышленное обучение и до внедрения проекта реализации ушло месяц. То есть взять любого питаниста и переучить на машинное обучение в данном случае вообще несложно. Ничего там такого в Rocket Science нету, потому что почти все уже готовое и Rocket Science он где-то там в глубоко в абораториях которые OpenAI называются проектами, демблёрлинг, Google. Там как бы все посерьезно. для решения текущей бизнес-задачи уровень библиотек и фрэмблоков которые доступны и хорошо документированы на питоне уже достаточно. И проект его может стоить два-три питаниста в месяц, два максимум полгода на год если уж это какие-то совсем бигдапы. У нас обращался клиент мы делали классификацию товаров в итоге они не у нас заказали, но мы полностью сделали весь прототип просто чтобы убедиться сможем ли или нет в газете было написано нужна точность 99% и выше можно было 50 миллиардов записей 50 миллиардов записей с достаточно быстрой скоростью они порождаются миллионами в день это данные совсем онлайн газ в стране нужно было у кого-то записано суши так у кого-то сокращенно у кого-то стыр материал у кого-то строительные материалы в общем про шапочки отказывают похоже нужно было конкретно разнести что это стройматериалы это обои вы это делали через какое-то ОФД или вы это делали через науку вот ОФД к нам обращался а какой ОФД есть не секрет я не помню сейчас какое там всего три компании да я знаю что их немного они представили довольно жесткое тазер в котором были астрономические цифры по количеству данных и очень жесткое требование 99% нам пришлось просто для самих себя написать уже если проект хотя бы в черновых набросках чтобы убить 99% чего? по точность чистификации товара в чеке в чеке то есть перевод того что там написано называется опчистка четверка где-то горки где-то картошка где-то картошка там сам был простой он сработал в 29% но весь официализ начался дальше тогда нужно было писать благо у нас в команде есть люди из элкастека и он такой способен переварить но стребовано что это не месяцами ждать пока он все работает ну и все то есть на такой вот даже суперпитат ушел бы наверное месяца два Антон а знаете какой вопрос как в принципе делали и делаете а какую-то валидацию ваших решений перед их уменьшением то есть попытку понять действительно работают они или нет то есть любое решение показывает какой-то результат тогда нужно понимать результат он вообще правильный или нет потому что первые три вопроса которые были они с разных сторон по сути правильно то есть ну вообще как это выглядит все есть какой-то большой кусок да ты на него смотришь превращаешь его в какие-то графики в какие-то штуки которые позволяют тебе ну вот понять что у этих данных вообще есть с чем ты сможешь поиграть дальше ты думаешь окей это не хватает надо их обогатить тут начинается выдвигание гипотез где еще мы можем что дополнить например по городам мы еще качали информацию о населении то есть это маленький город или большой город вот или например ну а дальше вот хорошо вы как бы что-то сделали я бы получился да дальше уже когда все гипотезы закончились чем мы считаем его этим выдвигается гипотеза уже по поводу какие методы машинного обучения нам больше подойдут классификация какая классификация такой метод или какой метод просто путем перебора начинаешь проверяем смотришь а валидирует тебя посмотришь сама машина потому что мы все это что было сделано это система с учителем а когда у тебя уже есть вот отмеченные варианты ты можешь просто вот так там есть этот алгоритм сплит он разбивает андоп выбираем случайным образом если это проверка линейкум то естественно эта проверка она тоже ничего не покажет вопрос о валидации вот этого всего на практике перед внедрением я поясню почему у меня вопрос возник вы конкретно этот кейс рассказывали вы показали что вы пытались обогащать данные информации о соседях то есть если человек из Екатеринбурга оказался интровертом то скорее всего следующий человек из Екатеринбурга тоже будет интровертом вот то есть на большом объеме данных где много городов на таком графике вроде будет разброс и будет понятно да но когда вам дали то есть и получается в исходных данных у вас вы сами уже туда заложили неверное предположение вот а дальше потом когда вам дали узкую выборку там люди условно 85-го года рождения из Екатеринбурга получилось что они все интроверты вот человек понимает что на этом это не так но вот как вы потому что если вы это не видите то что это на следующем этапе нас будут оценивать нет я понимаю о чем есть такая дилемма больших данных теорий например однажды просто кто-то взял всю базу которую искал какой-то дробь от станка совершаем продажи в США и прогнал через алгоритм и выяснил следующую закономерность что в полнорунии на 60% холодной продажи по телефону эффективны полезны? конечно так ну как бы мы не можем проверить почему значит фиг его знает просто вопрос в том что если бездумное применение алгоритмов просто бездумно есть другой интересный пример про знаете-ка топ-менеджеров тоже в штатах пытались очень долго анализировать с точки зрения их как-то мотивированности брали пол возраст количество проектов количество денег которые получали бонусы и всего остального но в конце концов выяснилось что самый мотивированный топ-менеджер хотел бы вывести потери тоже но этот параметр никто не учитывал поэтому тоже то же самое а это невозможно от этого защититься в принципе потому что мы учились по тестам а правильно ли сделаем тест ну мы теперь умеем предсказывать на основании этого теста но тест может быть неправильным но мы машину научили предсказывать как человек пройдет конкретный тест а правильно ли был составлен тест а мы не рассматривали возможности как я уже сказал пригласить группу провести тест конкретно с ними и при необходимости скорректировать модель если выяснится что где-то что-то не так мы рассматриваем сейчас больше на самом деле то что у нас пойдут еще заказчики давая обратные данные мы просто будем обогащать модель и доведем ее до более точности вот коллега слушателей правильно заметил когда речь идет о каких-то математических абстракциях или как предыдущий докладчик рассказывал исключительно данные по звонкам по технике может быть но когда речь идет о конкретном человеке то на мой взгляд невозможно просто так опереться на какие-то абстрактные данные которые кто-то откуда-то дал это спорно но опять же тот же Netflix в рекомендациях что он там только не учитывает или антифрод-системы например как антифрод-система она как только запустили с деполь и в первый раз она совершенно бесполезна на тестовом фонту и может года отучиться прогонять какие-то вот как раз то есть антифрод-системы вы сами сделали и с Netflix хороший пример потому что антифрод-систему никто не поставит в основную фонту до тех пор пока не убедят своей точности как и false positive так и false negative до тех пор пока они догонят а с Netflix у них все очень просто у них есть текущий поток денег который они получают соответственно с продаж если после внедрения новой системы на сплит-тестах в какую-то группу этот поток денег увеличился тогда этот тест правильный если он уменьшился тогда его надо вытащить мы будем то же самое делать то же самое делает если реклама выборная если выборы пройдут успешно значит все правильно но это вы сейчас говорите уже по второй фейс с ним там ощущение что проблема другая выбора много факторов выбора вы придете интроверты экстраверты а там фактор деньги что Путин сказал ну я не знаю там очень много факторов которые могут интроверты там могут играть ноль-ноль как будто один если мы попробуем мы попробуем повторить успех инверсионалитика получится не знаю ну интересно интересно это наверное все про два вопроса первое то что ну все-таки за два месяца проект не сделает да там конечно там можно перенести типовые библиотеки получить какие-то точки на графике но вопрос как бы более высокий а второе то а они по сути свои методики могут вам помочь научиться делать правильные это да нет ну то есть потому что академическое сообщество оно про науку оно отличает домское предположение каким-то фактором и способом вообще сама тема по себе психология это довольно спорная науке очень много разных лагерей версии прождущих они говорят что это так другие говорят что это так а я считаю что человек это довольно сложная штука у меня сегодня из твоей ноги встал и вот ты тресни мне нравится эти фильмы которые мне Netflix рекомендует или там не знаю еще какие-то факторы о которых невозможно будет сказать ну в среднем по больнице это работает то есть если вам нужно на 40% увеличить продажи ну да окей это так и будет работать возможно какие-то конкретные случаи мы никогда не поймем но в среднем у среднестатистических покупаний машина способна определить и продавать ну я вот тоже как любитель занимаюсь типологией личности и на самом деле я не наблюдаю никаких коррегаций там с годом с городом с фамилией ну может быть на уровне нескольких процентов что-то может быть но гораздо больше информации можно получить из внешности человека во-первых его черты лица во-вторых фигура в-третьих уже более сложно как он двигается в качестве гипотезы можно взять набор треков его если мы говорим про ВКонтакте песенки он слушает это даст гораздо больше информации наверное вот ну да так можно спокойно скатиться в ситуацию как словно в середине они там не проверят да не то что все они с каким-то процентом вероятности допустим 51% вероятности что он интроверт но не будем же мы его в интроверты записывать нет посты надо анализировать что человек пишет по идее ну вообще вот как работает правильная система машинного облучения мы должны загрузить туда все-все-все факторы которые нам доступны да и уже по результатам обучения мы поймем что модель какие-то факторы использует потом мы там с помощью специальных инструментов можем вычленить вот так понять если например мы запустили довольно сложную нейронку с кучей там последовательных штук как вот если не смешивать это действует ну вот как бы я просто хотел привести пример почему не понять сам же угол который сейчас только через нейронку ранжирует поисковую выдачу говорит о том что уже никто не способен понять почему тот или иной сайт на каком-то месте ну просто не хватит человека времени чтобы раскрутить риску обратно и понять почему нейронка пошла к этому углу да согласен но могут быть какие-то комплексные факторы которые проходят по определенной формуле есть такое даже отдельное направление исследования изучение знаний из нейронной сети так чтобы их можно было объяснить это актуально например для российских банков которые например не могут внедрить автоматизированный скоринг не описывая правила по которым этот скоринг работает и наверное опасно в каких-то вещах где жизнь человека зависит от системы или где мы системе даем слишком много полномочий если если например вам дать данные по номерам телефонов скажем вы сможете социальных сетей спарсить что они там писали на сцене по ключевым словам проанализировать упоминаются ли там например выдранные в парке деревья и этим людям потом написать рекламу про то что какие-то молодцы садим деревья да безусловно вообще и так же бесполезно почему бесполезно это как раз в случае с кандидатом или депутатом будет очень даже полезно вне зависимости от того сколько есть данных и какие есть ваши техники данных каких данных из каких именно бактерий на сегодняшнем момент состоит и точно это бы помогло а зачем это нам поведение определяет они решают ну у нас биомы очень сильно реалии решают настроение вообще это какая-то интересная тема на самом деле сейчас есть исследования по тому как что такое биом человека какие бактерии у него в кишечнике живут там и какую долю вообще долю процентов его поведения они влияют и есть гипотезы что на довольно значительную долю его поведения есть там идея о перезадке бактерий от успешных людей к менее успешным чтобы они повторить их поведение мне кажется таким образом до астрологии можно скатиться да я кстати следующее хотела сказать что так нет если это да 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 если это работает то окей давайте тогда до хиромантии если это работает если это подтверждено то если если мы говорим о науке о конкретных расчетах то в акции астрологии какое это за себе отношение не 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 погоди смотри вот есть предположение новолуния там или полнолуния влияет провели эксперимент подтвердилось да влияет научно да научно астрологии да астрологии и на видео записать и там прислать и до на его на до 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 до